Мы стоим на одном из старинных мест выставки Рогожа, то есть храм, где находился, который упоминается в середине XVI века. А вот здание, которое за моей спиной, это школа, которая была построена в 1913 году старостой при помощи старостой церкви Собора Пресвятой Богородицы Иваном Ивановичем Кононовым. О нем пишут, что он устежорский крестьянин. На открытие школы приехало большое количество народу, священнослужителей, люди собрались с окрестных деревень, и обо всем этом было написано в газете «Озерной край». До этого школа находилась, предположительно, мы пока достоверных сведений не имеем, вот на этом месте стоял дом, дом священника. И также староста храма, о котором мы точно знаем, Дьяков, разрешил занятия в школе на первом этаже этого здания. В 1908 году Мария Афанасьевна Филиппова приехала после окончания богословского училища преподавать в эту школу. Впоследствии Мария Афанасьевна будет награждена в 1948 году орденом Ленина за свой педагогический длинный путь. Она станет потом директором в СССР-Коретковской школе, а в 1932 году она станет первым директором в школе СССР-Троя. И отмечая ее 80-летие, в Доме культуры был большой-большой праздник. Мария Афанасьевна похоронена у нас на Сестройском кладбище, мы ее, конечно, помним. Кстати, хочу сказать, что в 1948 году большая группа учителей была награждена, и среди них еще одна учительница, Бенедиктовская, была награждена тоже орденом Ленина. Второе место, значит, мы обратим внимание на этот дом с мезонином. Описание его мы нашли в страховой ведомости, которая хранится в Российском государственно-историческом архиве. Вообще вся территория, принадлежащая церкви, определена была в 33 десятины. Здесь стояли конюшни, здесь были сараи, амбары были записаны, значит, и была старушка. И вот слово старушка упоминается в 1850 году как первое место, где священник Соловьев открыл школу. Ну, тогда оно называлось училище. Сколько было детей, мы точно не знаем, но есть точная дата. Предположительно, это будет вот такой маленький домик, который находится вот здесь в тени деревьев. Это и была старушка. Сейчас там служители нашего храма, это их дом. Ну, а в советское время в этом доме жили работники сяського ЦБК, которые строили спиртозавод. Ну, а поворачиваясь налево, мы с вами видим вот такой вот памятник. Памятник необычный, который построен на средства жителей окрестных деревень. Во время войны очень много мужчин ушли воевать и не вернулись. И с помощью вот очень энергичных людей, которые действительно захотели увековечить память о них, сделано вот такое надгробие. А железную вот каркас, где помещены фотографии, сделал наш учитель труда. Он тоже участник войны. Николай Осипович Савельев. Это его заслуга. То, что мы сегодня видим фотографии этих молодых ребят. Ну, и мы видим с вами красивую церковь Собора Пресвятой Богородицы. Место, на которое начиналось все, встречается в документах 1563 года. Церковь относилась к Богоявленскому фогосту. И все деревни, которые в округе лежат, это все деревни Богоявленского фогоста. По клировым ведомостям мы проследили в основном историю священнослужителей. Очень интересная история, конечно. И мы зайдем за церковной оградой, мы увидим могилы некоторых священников и старосты даже храма. Вот. В настоящее время службу проводит отец Александр, и ему помогает иеромонах Порфирий. Храм деревянный. Мы знаем три раза, что он перестраивался, то есть или строился заново, скажем, да. В 1600 каком-то там году был, потом 1732 год. В 1834 году деревянный храм сгорел. И на этом месте купец Михаил Давыдович Эртов за один год построил каменный храм. К сожалению, мы не знаем, кто автор этого храма. Но то, что он построен на красивом высоком берегу, потому что вот там сразу сзади за нами река Сязь. Сязь делает большой изгиб, здесь хороший такой. Михаил Давыдович Эртов, можно вам интересно рассказать, потому что он помогал не только этому храму, а он еще помогал храму на Васильевском острове. И его портрет запечатлен на картине «Парад на Царицыном лугу». Там 200 с лишним людей, и среди них он. Он был почетным гражданином Санкт-Петербурга. Вот. Ну, действительно, он очень много подарил храму вещей, купил принадлежности. Ну, я так понимаю, что и ограда, наверное, построена в то же время, потому что ни одного упоминания о новой ограде нигде не встречается. Я думаю, что она сразу была построена одновременно. Но в советское время, что здесь говорили? Опять же, я говорю, что очень сложно, пока документально не подтверждено. Ну, в храме госпиталей не было. Была, мы знаем, лавка деревенская, то есть продуктовая, да. То есть в советское время, знаю, кинотеатр, типа, был небольшой такой, но он быстро прекратился. Потом был склад, это точно знаем. Вот. И самое главное, что вот очень удивительно, что храм закрыли в 1938 году, а в 1944 он уже начал работать. Внутри в храме, конечно, нет росписи, то есть она не сохранилась. Денег нет, не хватает, конечно, для того, чтобы его восстановить. Но зато есть иконы, очень интересные иконы. Буквально года два назад обновился алтарь. Ну, вот у нас здесь похоронен папа купца Дьякова, Петр Степанович. А вот сын, вот своему папе купец был. Их было три сына и две дочки. Так вот, одна из дочерей выйдет замуж за Суханова. В Новой Ладоге будет жить. А вспомним, в Новой Ладоге есть магазин Суханова. И я подозреваю, что вот эта фамилия Сухановых, все-таки, здесь была очень давнишняя, древняя такая фамилия. Откуда они родом, не знаю, потому что потом ведь у нас на комбинате станет Геннадий Авдеевич Суханов управляющим, когда уже все разваливался комбинат, да. Опять всплывает эта фамилия. То есть вот эта связь какая-то есть здесь. Одна из дочерей станет женой священника. И вот мы точно знаем, вот сейчас мы подойдем, вот там могилки у нас. Это наш священник Бойко. Дальше будет еще один священник Осминский Николай. Кстати, тоже интересный человек. Его сын после... Он будет вот у нас служить, начинает Николай Осминский. Уедет в Новую Ладогу служить в храме, а оттуда потом уедет в Санкт-Петербург. Его сын Виктор Осминский станет священником нашего храма. А в 1938 году по доносу кого-то из сельчан будет арестован и расстрелян. Ну и вот образ Богородицы, который сделан. Я сейчас, да, только еще не скажу, можно посмотреть. Это из Санкт-Петербурга. Она недавно вот у нас обновлена так красиво. Ну вот мы сейчас находимся в деревне Подребенье. И вот у этого интересного якоря. Человек, который нашел этот якорь, говорит, что он его выловил в реке Сязь. Расскажите, пожалуйста, где вы нашли вот этот якорь? На том берегу, примерно 500 метров от нас, ниже по реке. Там с той стороны затопленная баржа была. И возле нее такой хлам, разные троса там такое. И один рог выглядывал, заинтересовало. С племянником поработали. Там и ребеночку, и это... Ну, когда показался якорь, тут уж... Все, надо брать. Да, хочешь не хочешь, надо брать. Ну, а как вы считаете, вот якорь этот мог быть, скажем, 18 века? Без вопросов, да. Там какая-то надпись была готическим шрифтом. Но я, видать, сглупил. Я болгаркой начал почищать. А тут еще времени, сколько прошло, уже, не знаю, без особой техники. Не обойдешься. Не, да. Хочу вам сказать, что в 1702 году, 22-24 января, Петр I издал указ о строении кораблей на реке Сязь. И он там начинает, чтобы в Устье построить для отпора от неприятельских, свейских войск, построить кораблей штук шесть. Где же находилась верфь доподлинно, сегодня еще неизвестно. У нас есть несколько предположений. Поскольку Татищев, это новгородский воевод, о котором была поручена организация верфи, он измерил расстояние, пригласил жителей, сам ездил и мерил расстояние. И вот в описании мы находим три версты от Устья. Если мы сегодня положим на карту эти три версты, то это окажется, что интересно, в районе Рогожского лука. Ну, мы с вами видели. А вторая часть верфи строилась на Апокской земле. Апока на той стороне находится. Но понятно, что строили корабли. Мы точно знаем, что два первых фрегата, малые фрегаты, или их потом назвали Шнявами, они не имели названия. Они назывались Сязьки-1 и Сязьки-2. И в 1702 году их заложив, а испустили их уже в 1703 году, даже второй был в 1704 году спущен. И получается, что они имели, поскольку из сырого леса строились, плохую мореходность имели, и их использовали как брандеры во время боя за остров Котлин. Об этом есть описание. А в дальнейшем Петр I приказывает, помимо первых кораблей, построить еще фрегаты. И мы точно знаем, что были два знаменитых фрегата. Это Михаил Архангел, заложенный в ноябре 1702 года, испущенный на воду в 1704 году. И второй фрегат, Ивангород, строились долго. Почему же долго? Когда начинаешь изучать историю, ну так, внимательно, в верфи, то оказалось, открыв верфь на реке Сязь, в это же время начинают искать место для строительства Ладына-Польской. Тогда она называлась Оланецкая верфь. И в конечном итоге всех людей, всех мастеровых людей отправляют в Оланецкую верфь. Там больше леса. Здесь леса мало было. То есть сплав по реке Сязь даже не давал того количества. И, естественно, здесь было, наверное, мало, может быть, и народу для строителей, и строителей-специалистов было мало. И в 1706 году, в декабре месяце, Сязьская верфь будет закрыта. Но мы знаем историю небольшую о том, что два фрегата. И в первом ледовом походе 1710 года в город Выборго наши фрегаты идут в строю вместе с двумя шмаками Онега и Сязь. Кстати, хочу сказать, что вполне возможно, достоверно, если брать источники, что Петр I в 1703 году, в мае месяце, приезжал на Сязьское устье. Вполне возможно, мы говорим, что он и был на этой верфи. Но то, что был на этой верфи Александр Данилович Мейшиков, известно доподлинно из его письма. Мы знаем также, что около от 60 до 100 различных лодок было построено на Сязьской верфи. Ну вот, этот якорь вполне возможно был один из якорей, так сказать, какого-то из фрегатов. Ну вот сейчас мы находимся на том самом месте, где в 1941 году были захоронены участники баржи смерти. В ноябре 1941 года в Ленинграде начинается эвакуация. Из крестов начали вывозить всех заключенных. На баржу покрузили 800 немцев и плюс различных людей, которые сидели в крестах. Среди них были и уголовники, и просто вот один дворник был взят за то, что он не совсем правильно выразился о каком-то человеке. В Волхов баржа пришла через несколько дней. Немцев погрузили, вывезли. Но во время, пока шла баржа в эти места, там начался, так сказать, расправа. Уголовники начали резать других людей. не хватало пищи, воды, было душно. И пишут, что часовые расстреливали, выбрасывали за борт. Но кто-то остался внутри в трюме. Было приказано баржу отогнать в Ладожское озеро и сжечь. Но командир истребительного батальона Зажигин принял решение перегнать баржу по реке Сязь. И баржа пришла вот сюда, вот в этом месте. Они выгрузили все оставшиеся тела здесь, засыпали. И таким образом история почти 30 с лишним лет. Никто не вспоминал об этом. Благодаря Юрию Александровичу Сякову мы узнали историю этой баржи смерти. Он работал в архиве КГБ. Он первый опубликовал в списке предположительно людей, которые были убиты во время следования баржи. Среди них, кстати, очень интересные есть люди. Это профессор, создатель радиозонда Павел Молчанов. Там были физики, там были простые работники. И даже был один из спортсменов, о котором писала газета «Ленинградская правда». В 77-м году в Сестрое уже был сформирован отряд «Совесть», отряд сельского ЦБК, который занимался поисковой работой. И вот именно они, благодаря жителям, которые стали говорить, что здесь появляются черепа, кости, они здесь провели раскопки. Башкуров был командиром этого отряда, в нем были Пузин, Игорь Щукин, с которым я более тесно знакома. И благодаря Игорю у меня есть фотографии перезахоронения этих останков, этих гробов. Мы видим людей, которые там стояли и присутствовали при этом. Но раньше здесь дорога, как мы говорили, вдоль речки, здесь был мост, и дорога шла до пионерского лагеря, который назывался Деморовкой. Но, к сожалению, уже моста нет. И для того, чтобы попасть в Судеме, это уже другая деревня начинается, нам нужно будет объехать с другой стороны. Вот администрация Волховского района сейчас вознамерилась сделать это место памятником исторического культурного наследия. Но будем надеяться, что туда сделают дорогу. Вот на этом месте заканчивается Ярославский тракт. Семь верст, который работал, этот Ярославский тракт, до 1893 года, когда решением Новоладожского земского собрания эта дорога, эти семь верст, были упразднены, и они были переведены в разряд местных дорог. Дорога упирается в реку Сязь, здесь был перевоз, поэтому и деревня называется перевоз. И дальше дорога начиналась в деревне Пульница. В Пульнице была обывательская станция, трактирщик был, была небольшая часовня, кстати, часовня была еще в деревне Пехолево. Здесь во время войны по рассказу одной из жительниц деревни Пульница, она рассказывала, во время войны на той стороне, Димуровской стояла зенитная батарея, которая защищала этот перевоз. Он действовал. Сюда приезжали, привозили на автомашинах, на подводах жителей блокадного Ленинграда. Здесь был где-то недалеко дом Герасимовых, он был сам кузнецом, он ремонтировал машины, там все, помогал, люди останавливались, их перевозили здесь через реку и дальше дорога шла на Тихвин. Сколько людей перевезено, конечно, мы ничего толком не знаем, к сожалению, но то, что город, деревня помогала жителям, это сегодня точно известно. Известны, кстати, фамилии этих людей, которые работали на этом перевозе, поскольку здесь нужно было открывать для прохода судов и закрывать. Во время войны 1812 года Ярославский тракт имел большое значение. Москва была взята, а доставлять боеприпасы, еду, продовольствие, людей, все приходилось из Санкт-Петербургска по Ярославскому тракту и дальше. И это очень хорошо рассказано у принца Ольденбургского Георгия, который руководил, оно тогда не называлось Министерство путей сообщений, это был департамент, где были и дороги, и водяное сообщение. Что интересного еще, что почему-то название Димуровский ручей, хотя мы с вами знаем, что чуть дальше будет владение помещика Димура. Мы находимся с вами в деревне Матеева. Она раньше писалась Матвеева, но деревня была казенной, как и все деревни, которые мы ранее проехали. То есть после того, как был упразднен Никольский монастырь в Новой Ладоге и передан Савва-Сторожевский монастырь, который находится в Венегородске, он был передан туда в подчинение. И все эти деревни стали казенными деревнями, кроме нескольких вот на той стороне. И по описаниям 1846 года при Рогожском храме собора Пресвятой Богородицы было пять часовен. Одна из часовен достоверно мы знаем стояла на этом месте. У нас есть фотография старая часовня, к сожалению, тоже уже почти развалившаяся. И нашелся один человек, который в память о своем хорошем друге решил построить новую часовню. Это Константин Вилочкин. У него недалеко здесь была дача своя. Он собрал людей, таких же сподвижников, как он сам. И вот они за 2012 году обратились в епархию, обратились с разрешением в администрацию о том, чтобы на этом месте построить новую часовню. И вот стоит вот эта маленькая часовня. С этой стороны очень красивый вид. Кстати, вот мы прошли мимо, там был колодец, глубина колодца 42 венца. Дорога привела нас к нашему пионерскому лагерю. Пионерский лагерь Димуровка, который потом стал называться Аэлита с 1966 года он стал называться Аэлитой. Пионерский лагерь Сяйского целозно-бумажного комбината. У нас есть достоверное сведение, что пионерский лагерь здесь уже по крайней в 1932 году уже был. И мы даже знаем, что наша одна из юных партизан Клава Яковлева в этом лагере отдыхала. История этого места связана с фамилией Петрашевские и Димор. Кто такой Петрашевский? То есть по истории мы знаем, что это революционер, утопист, который придерживался теории Фурье о том, что коммуна, люди должны жить в коммуне, вместе обрабатывать землю, распределять урожай. полученные вместе готовить. И когда он родился сам в 1821 году, значит, его папа уже владел этим куском земли, этим местом. Сын учился в университете, бросил, потом увлекся вот этими социалистическими идеями и решил построить фаланстр. Ну, это такой общий дом. Он его построил, а через день он сгорел. То есть крестьяне не захотели жить сообща. Вот. А дальше интересная судьба. Почему фамилия появляется Димор? Софья, сестра Михаила Петрашевского, вышла замуж за полковника Министерства путей сообщения Петра Федоровича Димора. То есть откуда идет род Димора. Он женился на Софье Петрашевской, сестре Михаила Петрашевского, и она стала наследницей этой усадьбы после смерти. А в 1866 году Петрашевская, которую сослали в Сибирь, умер. Могила его неизвестна, и смерть его загадочна, потому что находясь во время ссылки он не оставлял деятельность как юриста, поскольку он учился на юридическом факультете, он помогал людям, проживавших в селениях, за несправедливость, помогал им писать различные письма. И мы знаем точно, что ну вот здесь описание было интересно, что то 40 крестьян занимались хлебопашеством. Понятно, видно, земли хорошие здесь. И последнее, что вот мы знаем, что сын уже Петра Федоровича, Константин Петрович, и Сергей Петрович, его брат, были гласными Новоладожского уездного земского собрания. А Константин был выбор председателем этого собрания. Кстати, судьба Константина очень незавидная. уже во время 20-го века Константин проигрался и взял деньги казенные, за что был отстранен от руководства земства. И в дальнейшем его имение было описано, значит, и оно продавалось с торгов. Что интересно, что продавали несколько лет, никак не могли никто выкупить, то ли цена была большая. В конечном итоге выкупила эту землю сама Новоладожская управа. А в дальнейшем мы точно знаем, что как оно стало пионерским лагерем, пока сложно сказать, но вот уже в 30-е годы мы знаем, что здесь уже был пионерский лагерь. Очень интересно, что из сестры детей три смены в пионерском лагере было, значит, более 150 человек здесь было, вообще здесь вообще удивительно, я поскольку сама отдыхала, знаю, что Котикова была поваром, Валентина, это было вообще объедение всегда. У нас здесь столько мероприятий было, и самое главное, наверное, одно из главных таких событий это была зорница, то есть куда мы только не ходили, где мы только не ползали, здесь, конечно, были соревнования большие, очень хорошие были физкультурники, ой, да вообще тут люди были удивительные. История тех, кто возглавлял, вот мы знаем пока первую фамилию, возможно, это был первый директор, его фамилия Петров, я знаю, что были директора, вернее, как они назывались, начальниками пионерлагеря, с 66 по 70 год Галина Ивановна Щукина, это заслуженный работник культуры Российской Федерации, бывший директор музыкальной школы, к сожалению, в 2007 году, да, это место по федеральному закону является памятником культурного исторического наследия федерального значения. В 2007 году получилось так, что владелец Сайской ЦБК разобрал это здание и оно перешло в частную собственность. Ну, Сайской ЦБК тоже стал частным предприятием. Мы надеялись, что в дальнейшем тоже будет, как нам обещали, что будет восстановлено здание. Красивейшее здание, здесь была из ростовой печи, удивительный дом с мезонином был, здесь были очень, эти, столовые отдельно, веранды отдельно, спортивная площадка хорошая, ну, ну, и сюда из Сеструя ходил теплоход Технолог и у нас есть фотографии на Технолог, родители с чемоданами, все, заполняли все это самая территория. Ну, вот на этом, наверное, наш рассказ подходит к концу по нашей стороне, по левой стороне реки Сясь. Наша прогулка в Комарином крае заканчивается. Сейчас мы сняли первую серию, но мы планируем также снять и про Сяськи с сестрой и про правый берег реки Сясь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова